Здравствуйте! Мы продолжаем нашу передачу «Слово экспертом». Напомню, меня зовут Гарабана Николаевна, заместитель Директора Федерации судебных экспертов. И сегодня у нас в гостях эксперт Центра Бухгалтерских экспертиз, эксперт-инженер Евченко Олег Викторович. Олег Викторович, сегодня я вас пригласила для того, чтобы поговорить о таком вопросе, к которому очень часто к нам обращаются и юридические лица, и физические лица, по вопросу об основанности тарифов ЖКХ. Это достаточно редкий вид экспертизы, не то, что редкий, но у нас это не повседневные, да, это не судебные... Но очень востребованные, кстати. Но очень востребованные, потому что в этом сейчас, скажем так, завышают часто, очень часто и по-настоящему. Никто не занижает, я могу сказать. Никто, да, никто не занижает. Я просто хотела обратить внимание, при выборе, если сложились у вас такие сомнения, сложилась такая ситуация, при выборе экспертной организации, вот как мы сегодня с Олегом поговорили, да, вот я как, в принципе, разговариваю как потенциальный заказчик, да, я хотела узнать, как вы, как проводят этот эксперт, в чем эксперт разбирается, что эксперт говорит, что он по этому поводу думает, как он проводит расчеты, на что обращать внимание. Поэтому при выборе экспертной организации, пожалуйста, сначала придите, поговорите с экспертом, узнаете, ну, приблизительно и вопрос задать, как вы это проводите. Вот как я сегодня вопросы задавала. В принципе, такие, которые интересуют меня, как заказчиков потенциального. Я с этого и начала. Чтобы не случилось такое, ко мне очень, нам сейчас очень часто стали приходить люди, которые говорят, вот нам там посчитали за 200 рублей, и вот мы вот, ничего у нас не получается, нам суд вообще сказал, что у вас ничего не подтверждено, мы теперь вот должны в другую организацию идти туда и сюда. Сразу выясняйте, был ли опыт работы в данной области, были ли решения суда по данной экспертизе, какую пользу, как они были рассчитаны, принято ли вам даже не в чью пользу, вопрос в том, было ли это заключение принято судом, либо оно было принято недопустимым доказательством. Как эксперт отвечает на ваши вопросы, на что он обращает внимание, может ли он вам внятно объяснить о том, в чем заключается его работа, в чем заключается данная экспертиза. И как бы это, конечно, было бы, с моей стороны, может, не пошло выглядело, эта экспертиза не может стоить дешево. Ну, не может она стоить дешево. Потому что это очень длинный период, они занимают приблизительно... У нас были такие случаи, когда заплатят 100 рублей, а потом приходят, говорят, ничего не получилось. Поэтому это, может быть, звучит не очень красиво, но, тем не менее, это не может стоить дешево. Это огромные ипотии, это огромные трудозатраты, это выезды, это осмотр всего предприятия, это необходимые замеры, анализы. Да это даже газели первичной документации. А документов возят сколько? Газелями возят документы. Это огромное количество. А потом перерасчет еще финансово-экономический на основании вот этих исследований инженерно-технологических. Поэтому, ну, конечно, выбор всегда остается за потребителем, за юрлицом, за физическим лицом. Но, тем не менее, всегда, пожалуйста, обращайте внимание. Мы все знаем, по хорошему счету, более или менее ценообразование. Тогда вот, ну, не может булка стоить 5 рублей. Да, потому что это хлеб, это мука, это электроэнергия, это рабочие стилы и все остальное. Вы никогда ее не купите, потому что вы подумаете, что ее сделали в подвале, грязными руками, с мукой, с тараканами и все остальное. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Поэтому даже не думать о том, что я что-то такое говорю неприличное, некрасивое. Это так. Да нет, просто я просто прокомментирую. Просто никто не собирается брать никаких лишних денег. Это реальные расходы, но реальные работы. То есть мы их можем обосновать, эти работы, и всегда клиенту объяснить, почему это стоит. Нет, я почему, потому что очень часто ведутся на заниженную цену. На заниженную цену. Но это 100 рублей. Рынок демпингует всегда, да, потому что... Реальные расходы они не покрывают этой всей работы. То есть нельзя сделать за 3 копейки работу, допустим, на 100 тысяч. Это не эксперты неинтересно. И на выходе результат будет, в общем-то. Результат, да. А соответственно и вывод по суду тоже такой же будет. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Мы еще встретимся потом с экспертом-экономистом. Я думаю, мы пригласим к нам в студию. И поговорим уже про вторую часть проведения данной экспертизы. Чтобы мы понимали, в чем в дальнейшем складывается. Как дальше ведутся расчеты. То есть мы уже поняли, что на основании ваших данных. Но что там еще? Может быть там еще какие-то есть нюансы? Это да, скорее всего есть. Потому что я, конечно, не экономист, но такие экспертизы проводятся только комплексные, только в тандеме. Поэтому здесь ни одного инженера не хватит, ни одного экономиста не хватит. Только вдвоем, только совместно. И еще в зависимости от того, как объект. Да, а то еще там и бригада целая нужна для проведения аудита и проведения комплекса мероприятий. Для того, чтобы выяснить реально возможности того объекта, который обеспечит потребителей там коммунальными услугами. Может он вообще их обеспечить? Да, может он вообще их не может обеспечить в реальности качественными услугами. Поэтому я надеюсь, что вам была полезна сегодня наша информация. Чтобы вы для себя что-то подчеркнули полезное и нужное. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Если вдруг возникнет какая-то необходимость, Олег Викторович, пожалуйста, всегда наши экспертизы на связи. Всего доброго. Обращайтесь, мы поможем вам отставить ваши права. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова